Небесная механика становится все более точной. От нее требуется точность, чтобы рассчитывать движения спутников и межпланетных аппаратов. Мы посылаем их к конкретной цели и хотим, чтобы они этой цели достигли с изумительной точностью, а значит все наши расчеты должны основываться на самой современной физике. Та физика Ньютонова, которую учат в школе, которая, вообще говоря, удовлетворяет нас в быту и даже в расчетах всех наших приборов, она уже становится почти беспомощной при расчете движения космических аппаратов, если нам нужна высокая точность. Где она нам нужна? Часто просто вот тут под руками. Например, у каждого из нас есть в сотовом телефоне, в планшете или в автомобиле спутниковый навигатор. Мы не всегда точно представляем себе, как он работает, и уж тем более никогда не думаем об общей теории относительности Эйнштейна, которая имеет непосредственное к этому отношение. Работает спутниковый навигатор очень просто. Он ничего не сообщает спутнику. Он только получает от спутника, летящего вокруг Земли, определенные сигналы и таким образом узнает, где находится сам на поверхности Земли, ну и где мы находимся, когда он у нас в руках. Дело в том, что вокруг Земли летает целая совокупность, например, спутников ГЛОНАСС или спутников GPS. Это десятки, иногда 24, иногда 36 спутников, и они постоянно передают сигналы точного времени. А зачем нам это нужно? Наш навигатор, получив сигнал от спутника, сравнивает его с часами, которые вделаны в сам навигатор и определяет, как долго шел сигнал от спутника до нас, какая разница во времени была. Потом умножает ее на скорость света и получает расстояние до того спутника, от которого он получил сигнал. Если он при этом, наш прибор, знает, где в этот момент был спутник, то, очевидно, мы каким-то образом определяем свое положение в пространстве. Получили сигнал от одного спутника, узнали до него расстояние, значит, определили себя на поверхности сферы, того радиуса, которым это расстояние определяется. Получили сигнал от второго спутника, и мы уже на второй сфере, а две сферы пересекаются по окружности. Получили сигнал от третьего спутника, и мы уже на третьей сфере, а она пересечется с окружностью всего лишь в двух точках. А четвертый спутник, прислав нам сигнал, выберет одну из этих двух точек. Таким образом, знание точного положения спутников на орбите и точного времени на их борту, а у них на борту атомные часы, позволяет нам точно определить положение в пространстве, то есть на поверхности Земли. Но дело вот в чем. Мы на поверхности, а спутник в космосе. И там, вдали от Земли, на расстоянии обычно 20 тысяч километров, гравитационное поле Земли не такое сильное, как тут, на поверхности планеты. А общая теория относительности говорит, что темп течения времени зависит от напряженности гравитационного поля. Значит, наши часы на Земле идут медленнее, чем часы на борту спутника. Если этот эффект не учитывать, а его учитывает общая теория относительности, небесная механика на ней основанная, то мы ошибемся и в положении спутника, и в ходе часов на его борту. Таким образом, небесная механика сегодня — это, в принципе, простая механика. Полет небесных тел довольно прост, им ничего не мешает, они в пустоте движутся. Но основанная на самой рафинированной, самой точной, последней теории физической теории, механики и теории течения времени. Все это объединено в общей теории относительности Эйнштейна. Вот такая современная небесная механика. Простая, но очень точная.